Сергей Лукьяненко На дальней станции «Ваше решение окончательное?» — спросила судья с едва заметным неодобрением в голосе. Мужчина и женщина, стоящие перед ней, одновременно кивнули. Они вообще все делали слаженно. Мужчина отодвинул стул, когда женщина садилась, она поправила ему воротник рубашки. Словно не разводиться пришли, а заключать брак. «Окончательное и бесповоротное», — сказал мужчина. «Дети выросли, а мы поняли, что нас больше ничего вместе не держат», — уточнила женщина. Судья вздохнула. Она была женщина немолодая и многое повидавшая. «И вы, очевидно, торопитесь». «Конечно», — сказал мужчина. «Что за вопрос?» — закончила женщина. «Произошла маленькая накладка», — сказала судья. «Ваши документы были случайно отправлены в Екатеринбург. Канцелярская ошибка, простите. Будете ждать, пока их отправят обратно?» «Господи», — возмутился мужчина. «Да распечатайте их заново. Середина двадцать первого века, а вы тут бюрократию разводите». «Это не бюрократия», — строго сказала судья. «Нужны оригиналы документов. Таков порядок дела производства. У нас всё хранится восемьдесят лет, в бумажном виде, в архиве. Можете дождаться возвращения документов. Это недолго. Неделя, другая. Или, поскольку наша ошибка, могу выписать вам бесплатные билеты в Екатеринбург и обратно. Вечером сядете на поезд, утром будете там. В местном суде и получите развод». Мужчина и женщина растерянно переглянулись. «А на самолёт?» — уточнил мужчина. «В рамках моих полномочий только поезд», — ответила судья. «Или ждите в Москве». Ночь туда, ночь обратно. Женщина заколебалась. «Как можно случайно отправить бумаги в другой город?» «Голубушка!» — судья сняла очки и укоризненно посмотрела на неё. «Это человеческий фактор. Скажите спасибо, что не в Томск надо ехать». На Курский вокзал они приехали за полчаса до отхода поезда. В руках у мужчины был маленький чемоданчик, у женщины — сумка. «Могли всё сложить в один чемодан», — сказал мужчина, пока они шли к путям. «На колёсиках». «Поздно», — сухо ответила женщина. «Я ничего такого не имел в виду», — сказал мужчина с обидой. «Мы разводимся, но к чему устраивать сцены? Давай хоть сумку понесу». Женщина подумала, покачала головой и перехватила сумку поудобнее. Вагон был новым, с купе на двоих, мультимедийным терминалом вместо окна. Мужчина с любопытством огляделся. «Хорошо хоть купе на двоих. Сто лет на поездах не ездил». «Двадцать», — ответила женщина. «Мы с тобой ездили в Ялту, в свадебное путешествие. Как раз мост открыли». «Верно», — кивнул мужчина. Коснулся экрана, приветственная надпись исчезла, он превратился в окно. Мужчина провёл пальцем по экрану, вид начал меняться. Теперь окно смотрело вперёд, назад. Сменилось время суток, время года. «Игрушки — это всё», — сказала женщина. «Слышала я про такое. Едешь ночью и зимой, а в окне вид летнего утра. Или вообще другая дорога. А по большому счёту ничего не изменилось». «Ну как же не изменилось?» — проводница остановилась у дверей купе. «Раньше вы бы сутки с лишним ехали. Сейчас одну ночь в пути. Да и не во времени дело. Железная дорога. Она для чего?» «Для перемещения людей и грузов», — серьёзно ответил мужчина. «Это если казённым языком. А на самом деле мы соединяем всё воедино. Страну, города, людей. И тут не время пути главное, а чтобы он был. Путь». Мужчина бросил чемоданчик на нижнюю полку. Поймал взгляд проводницы, пояснил. «Жена...» — мужчина осёкся и продолжил. «Она любит наверх, не полки. Что ночь в пути — хорошо. Но всё равно, вы же понимаете, поезда — это такое ретро. Полки, столик, варёная курица, чай из титана. Стаканы в подстаканниках у вас есть?» «А как же...» — улыбнулась проводница. «Традиция. Она для того и существует, чтобы быть всегда. А подстаканники-то и вправду удобно. Чай будете?» «Будем», — ответила женщина. Стемнело, и лишь россыпи огни плыли за окнами. Мужчина и женщина молча сидели рядом. «А ты заметил, колёса стучат по-другому», — вдруг сказала женщина. «Раньше они как стучали?» «Тра-та-та». «Даже в книжках детских так писали. А сейчас...» «Тра-та». И пауза. «Долгая». Вошла проводница с подносом. Кипяток в гранёных стаканах с мельхиоровыми подстаканниками. Нарезанный лимон на блюдце. Сахар-рафинад в бумажной упаковке на два кусочка. Печенье. «Это потому, что рельсы сейчас бесшовные», — сказала она. «Раньше поезд стучал на стыках. Видите? Не всё у нас ретро». «Да вы не обижаетесь», — сказал мужчина. «В этой неторопливости есть какая-то милая ностальгия». «В неторопливости ничего плохого нет», — сказала проводница. «Мы привыкли жить быстро. А всегда ли это надо? Бежим в метро, спешим на самолёт, принимаем решение и тут же выполняем. Вошли в самолёт. Вышли из самолёта на другом конце света. Через три часа улетели обратно. Были где-то, не были, непонятно. А поезд, он даёт время подумать. Посмотреть на мир, на себя, друг на друга. «А если не хочется смотреть?» — спросила женщина раздражённо. «Тогда можно слушать». Проводница улыбнулась и вышла. В купе повисла тягучая тишина. Потом перестукнули колёса. Трата. И снова наступила тишина. «А в Крым мы тогда хорошо съездили», — сказал мужчина. Женщина помолчала, потом улыбнулась. «Да нам тогда хоть в Магадан всё было хорошо. Молодые идиоты». «Насчёт молодых согласен», — кивнул мужчина. «Ты хочешь есть?» «Только не говори, что ты взял варёную курицу». «Нет, но тут есть вагон-ресторан», — женщина кивнула, разглядывая пачку с печеньем. «Не хочу есть на ночь». И так стала толстая и некрасивая. «Конечно, это уже не моё дело», — сказал мужчина. «Но ты не права». «Я у тебя всегда не права». «В чём именно?» «Ты красивая», — сказал мужчина. «Значит, всё-таки толстая». Мужчина подумал. «Мне никогда не нравились манекенщицы». «А кто нравился?» «Посерьёзному. Только ты». Женщина фыркнула, потом встала. «Раз уж у нас разводное путешествие, веди меня в ресторан». В купе они вернулись уже ночью. Вагон спал. Редко-редко перестукивали колёса. «Почему мы с тобой никогда не разговариваем?» — спросила женщина, садясь у окна. «Мы говорим». «Мы переговариваемся». «Времени нет». Мужчина неловко пожал плечами. «Всё время бежим. Проводница права. Нет времени поговорить даже с тем, кто дорог». «Будем ложиться». Женщина вздохнула. «Ты хочешь спать?» Мужчина покачал головой. «Давай просто посидим. Хочешь, сделаю для тебя в окне осень. Ты же любишь осенние вечера». «Пусть всё будет по правде», — ответила женщина. «Тогда посмотрим на ночь», — легко согласился мужчина. Выключил свет, сел рядом, поколебался и обнял женщину за плечи. За окном и краном плыли далёкие огни. «А я бы так ехала и дальше», — сказала женщина неожиданно. «Жаль, что поезда стали ходить быстрее». «Так, может, нам не надо так спешить?» — ответил мужчина. «Мы же всё решили», — сказала женщина. «Может быть, мы ошиблись?» Поезд замедлял ход, подъезжая к вокзалу Екатеринбурга. Проводница стояла в тамбуре, протирая поручни. «Простите», — сказал мужчина. В одной руке у него был чемоданчик, в другой — сумка. «А когда ближайший обратный поезд?» «Через полчаса фирменный отправляется», — сказала проводница. «Если хотите, я забронирую вам билеты прямо отсюда». «Будем очень благодарны», — сказала женщина. «Дела-то свои успеете сделать?» — спросила проводница. «За полчаса». «Дела...» «Они как-то отложились», — ответил мужчина. «Так». Он посмотрел на женщину. «Так», — ответила женщина, и неловко улыбнулась. Судья еще раз просмотрела бумаги и подняла глаза на юношу и девушку. Те сидели рядом, но, отстраняясь друг от друга, будто боялись случайно соприкоснуться. Будто они были из плутония, и при соприкосновении возникла бы критическая масса и грянул взрыв. «Мы поговорили с психологом», — сказала девушка с вызовом. «Он согласился, что наши взаимные противоречия глубоки, и устранить их невозможно. Полнейший Гуан-си Вэй-дзи». «На алименты я согласен. С ребенком буду встречаться», — заявил юноша. «Разводите нас быстрее. Это наша Цзэн-дин-дзюэсинь. Я знаю, что вы тут не любите разводы делать. У вас такая социальная политика, семьи сохранять». «Но наша семья родилась мертвой», — с пафосом сказала девушка. «Тяжелый случай», — кивнула судья с любопытством, глядя на пару. «Я обязана вас развести. Но у нас произошла канцелярская ошибка. Ваши документы были по ошибке отправлены в другой город. Можем дожидаться, пока их вернут, но наша бюрократия...» «Или могу выдать вам бесплатные билеты. На поезд. У нас совместная социальная программа с РЖД». «Какой позор», — сказала девушка. «Я все про это напишу. Я популярный потоковый блогер». «Где документы-то?» Парень отреагировал более по-деловому. «Надеюсь, не в Томске каком-нибудь». «Вы знаете, это очень тяжелый случай», — сказала судья сочувственно, что-то набирая на клавиатуре компьютера. «Во Владивостоке». Парень и девушка с ужасом посмотрели друг на друга. «Трое суток. Тяжело, конечно», — продолжила судья. «Но мы оплатим купе на двоих туда и обратно. Приедете? Прямо там и разведетесь». «А что?» — неожиданно сказала девушка. «Это ханьеуисы». «Даже не представляете, насколько». Улыбнулась судья. Сергей Лукьяненко Я слуга Каждое утро начинается одинаково. Я готовлю старику завтрак. Яйцо в смятку, какао, хлеб с маслом. Врач советует есть овсянку и йогурты, но кто слушает врачей? Вокруг просыпается город. Я на секунду отвлекаюсь, подхожу к окну, жду, пока зрение сфокусируется на идущих по тротуару прохожих. Спешат на работу люди, идут по делам слуги. Когда-то и я спешил на работу, но все это в прошлом. Я — слуга. Ставлю завтрак на поднос, иду в спальню. Поднос на столик у кровати, ложкой постукиваю яйцо, разбиваю скорлупу. В некоторых странах принято срезать верхушку яйца ножом. В России почему-то яйца просто бьют. Постукивание ложечки, как сигнал будильника, пора вставать. Смотрю на старика в ночном колпаке, на его подрагивающие веки. Старик открывает глаза. Я замираю. Старик смотрит на меня, садится, бормочет. Что б я без тебя делал? Ест. Иногда мне приходится относить немощное тело в ванную, но сегодня он чувствует себя неплохо. Когда старик садится в кресло у окна и закрывает глаза, я убираю поднос с остатками завтрака. Посуду в посудомойку, где уже неделю копится посуда. Вечером надо будет ее включить. Возвращаюсь в комнату, прикрываю старику ноги пледом. Такса Туфик, такая же старая и ленивая, лежит у его ног и смотрит на меня краем глаза. Мне хочется погладить Туфика, но это бесполезно. Я для него значу не больше, чем стул или холодильник. Даже меньше. В холодильнике прячутся всякие вкусности. Беру поводок, пристегиваю к ошейнику. Туфик косится на старика, но встает. Он знает, что на прогулку его поведу я. Выходим с Туфиком из квартиры. У лифта ждет сосед. Молодой парень, и тридцати еще нет. При моем появлении он едва заметно морщится, но все-таки здоровается. Да, я тоже когда-то не любил слуг. Хотя «не любил» — слишком громкое слово. Брезговал. Не замечал. Это будет вернее. Входим с Туфиком в лифт вслед за соседом. Спускаемся. Выходим во двор. Отпускаю поводок на всю длину, позволяя собаке заняться своими делами. И вижу, как от соседнего подъезда спешит ко мне Анна П. с Дусей на поводке. Дуся — старый чаучал. Почему Кобеля зовут женским именем, я никогда не интересовался. Анна П. слуга. «Доброе утречко, Дмитрий Павлович!» кричит она через двор. Глаза ее блестят, суставы скрипят на ходу. Совсем за собой не следит. Чем трепаться на службе, лучше делом бы занималась. «Как спалось!» Я не одобряю такого поведения. Слуга не должен так себя вести. Хороший слуга. Он молчалив и незаметен. Он знает свое место. Но что поделать? «В наши годы сон — это тренировка», — отвечаю я. Она иронии не понимает. «Как спала Анна Петровна?» «Прекрасно!» — бодро отвечает слуга. «Два сериала посмотрела. Поздно легла, но выспалась!» Глупый Дуся начинает пристраиваться к моей ноге. Отодвигаюсь. Туфик возмущенно гавкает на Дусю. Пусть он меня не любит, но такой вандализм не одобряет. «Гулять надо больше, а не сериалы смотреть!» — замечаю я. «Мой-то старик не может, а вот Анна Петровна на семь лет моложе!» «Я за нее погуляю!» — хихикает Анна П. Жалко, что я не могу иронически улыбнуться. Впрочем, насчет прогулки это и к моему старику относится. Возвращаюсь домой. Кормлю туфика. Старик уже забрался в кресло-коляску. Ненавижу слова «инвалидная коляска». Старость — неинвалидность. На голове старика ночной колпак сменила шапочка хозяина. Едем на прогулку. Через двор, через дорогу, в парк. Останавливаю коляску под желтеющим кленом. Закрываю глаза. Это легко заметить со стороны. В объективах сжимается диафрагма. И открываю глаза. Свои, настоящие. Глаза старика. Мой слуга стоит рядом с коляской. Он похож на человека, как похожи все слуги, только сделан из металла и пластика. Он немножко неповоротлив по сравнению с любым молодым человеком. Но по сравнению со мной, стариком, слуга быстр и ловок. Однажды, будучи им, я сумел поймать падающую тарелку. Я знаю, как он устроен, где и какие моторы в нем стоят, какие схемы поддерживают равновесие искусственного тела, а какие отвечают за работу крепких пластиковых пальцев. Я один из тех, кто разрабатывал слуг. И поэтому я прекрасно знаю, что внутри этой оболочки нет ничего, кроме моторов и микросхем. Слуга не умеет думать. Слуга не является личностью. Когда я закрываю глаза, антенны, вплетенные в шапочку хозяина или в ночной колпак, начинают транслировать мои мысли в тело слуги, а то, что видит слуга, — в мой мозг. Когда я, покряхтывая, встаю с коляски и подхожу к слуге, он не чувствует моего приближения. Я не могу, как Анна Петровна, гулять в механическом теле и делать вид, что это настоящая прогулка. Мне надо чувствовать ветер на лице и видеть парк своими глазами. Пусть даже они нынче служат мне хуже, чем объективы слуги. И все-таки он для меня не совсем машина. Может быть, потому что гуляет с собакой, пусть та и не считает его живым. Может быть, потому что это в его теле я забил в стену гвоздь, на котором висит рамка с фотографией сына. Он делает за меня то, что уже не могу я. Делает мою жизнь более настоящей. Пускай и другой. — Спасибо, — говорю я слуге. Закрываю глаза. И смотрю на себя, старика, безжалостно четкими объективами телекамер. — Интересно, если мои ученики все-таки доведут проект до конца, если однажды он сможет навсегда войти в это железное тело, согласится ли он? Рискнет ли? Ведь это лицо не чувствует ветра, а эти пальцы не помнят рук его жены. Но я все-таки надеюсь, что он решится. Я хочу перестать быть слугой и снова стать человеком. Сергей Лукьяненко За лесом, где подлый враг Огнемет рявкнул и выплюнул капсулу. Проводив взглядом уходящий за лес дымный след, стрелок подхватил оружие и отбежал в сторону. Он знал, что подлый враг не заставит себя долго ждать. И точно, на то место, где он только что стоял, с визгом плюхнулась огненная струя. Ответный удар, как всегда, был нанесен из такого же оружия и очень точно. Беги, стрелок, чуть помедленнее, он бы уже корчился в агонии, пытаясь стряхнуть с себя зажигательную смесь. Как это позавчера было с артистом. Стрелок поспешил отогнать страшные воспоминания. Он уже добежал до передней траншеи. Полковник одобрительно взглянул на него. «Молодец, стрелок! Хорошо ты им вдарил! Подлый враг будет побежден!» До вечера стрелок нанес еще два удара. И еще дважды подлый враг лупил по тому месту, где он только что стоял. Вечером полковник приказал начать общий обстрел. Стрелок считал эту затею глупой, но возражать не решился, отложил любимый огнемет и стал настраивать излучатель. Лес стонал. Потоки огня пронизывали его насквозь. Удар и тут же ответный. Поджаренные парализованные птицы стаями валились на обожженную землю. Лазерные лучи, как шпаги, скрещивались над лесом. Через полчаса бой прекратился. Все собрались у штабного блиндажа. Потерь не было, только сержанта легко ранили лазерным лучом в плечо. Однако он держался крепко, даже не выпустил из рук свой неизменный импульсный бластер. И тут они увидели человека. Тот медленно вышел из леса, неся на руках что-то или кого-то. «Подлый враг!» — прошептал полковник, расстегивая кобуру. «Может, перебежчик?» — спросил капрал, уже держа незнакомца в прицеле парализатора. «Не похож он на врага. Такой же, как и мы», — убежденно сказал стрелок и внезапно подумал. «А на кого он похож?» — подлый враг. Почему-то раньше никогда он не думал об этом. Незнакомец медленно спустился в траншею, словно не замечая нацеленных на него стволов. Осторожно положил свою ношу. Это был светловолосый мальчик лет тринадцати. Спросил. «Среди вас есть врач?» «Я не знаю, чем его зацепило». Доктор отложил автомат и внимательно осмотрел мальчишку. Улыбнулся и сказал. «Ничего страшного. Парализующий луч. Часа через два придет в себя». «Подлый враг!» — выругался полковник, глядя на неподвижное тело мальчика. Стрелок вдруг вспомнил, что у полковника в городе осталась жена и четверо детей. «Враг тут ни при чем», — сказал мужчина. «Его задело с вашей стороны». Все разом взглянули на Капрала. Тот растерянно вертел в руках конус парализатора. «Ничего, все же обошлось». Незнакомец обвел всех спокойными глазами. «Меня зовут Странник. Я пришел издалека. Если вы не возражаете, завтра уйду». «Это ваш сын?» — спросил доктор. Странник кивнул. «Да». Было уже утро, но никто еще не спал. Вначале слушали истории Странника, а затем пели. Потрепанную гитару брал в руки то один, то другой. Наконец певец, срывающимся от волнения голосом, запел любимую песню. «Спите спокойно, любимые. Где-то у дальней реки». И все подхватили. «Черным ветром гонимые насмерть стояли полки». Странник внимательно слушал. Ему, похоже, тоже понравилось. Потом встал. «Спасибо за все. Нам пора идти. Собирайся, Тим». С ними попрощались за руки, а потом смотрели, как они уходят вдаль по направлению к городу, подступы к которому вот уже многие годы прикрывал отряд. Стрелок вдруг вскочил и побежал за Странником. Догнал и быстро спросил. «Вы пришли из-за леса? Скажите, а каков он, подлый враг? Я здесь уже три года, но они ни разу не показались в открытую, трусы!» Странник молчал и смотрел на него. Зато мальчишка сказал. «Там река». «Знаем. Ну а враги, где они находятся?» спросил Стрелок. Мальчик смотрел на него, и во взгляде было что-то непонятное. «Там старые склады, вдоль всего берега, и они накрыты защитным полем. Я кинул в один склад камешком, его отбросило обратно, прямо мне в руку». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!